Итак, я решил показать, что ещё можно сделать с парой шаров для боулинга. Их масса идентична. Я купил их в интернет-магазине для боулинга, найдёте сами. И ещё их можно найти в ближайшем боулинге, на гаражной распродаже, в комиссионке и так далее. Но желательно иметь два таких же или, эм, схожих по массе. При столкновении они довольно упругие. И это я вам уже показывал. Я тяну, отпускаю, он останавливается, а второй отскакивает с примерно той же скоростью. И достигает примерно той же высоты. И более общее объяснение звучит так. При упругом одномерном столкновении между объектами одинаковой массы, они обмениваются скоростями. И можно вдаться в подробности с сохранением импульса и сохранением энергии. Или тем фактом, что скорость центра массы не меняется при столкновении. Но общий принцип таков, что при равной массе происходит обмен скоростями. И вот наглядная демонстрация. В тренировочном тесте по механике за... 2015 год был такой вопрос. Так что это полезно знать. Вот ещё один способ показать обмен. Если я разведу их вот так и отпущу одновременно, они столкнутся и обменяются скоростями, достигнув той же высоты после хотя бы одного столкновения. Но их скорости могут и не быть одинаковыми. Это сложнее, но если попрактиковаться, у вас получится. Я отведу этот сюда подальше, а этот на меньшее расстояние. Я отпущу верхний первым и постараюсь отпустить нижний так, чтобы они встретились где-то посредине. Как видите, они снова обменялись скоростями. Тот, что справа от вас, имеет большую скорость, а тот, что слева, медленнее. После столкновения более медленный получает ту же скорость, которая была у этого. А у этого та же скорость, которая была у этого. И при демонстрации это становится очевидным. Они обмениваются высотами, а значит и скоростью. Но смотрите, иногда получается не с первого раза. Это требует практики. Но вот, смотрите, я бы не позволял детям играть с ними без пристального наблюдения. Это было больше веселья с шарами для боулинга. Возможно, в следующем году я покажу вам кое-что с различающейся массой. Так что вы тоже веселитесь. В этом звуке есть что-то, притягивающее их внимание. Озвучено студией Джоша Зо специально для Макара Светлого.